Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. У нас что-то очень пасмурно. Включила дополнительное освещение, как-то не очень сильно помогает. Я вам хочу сейчас показать. Я просто... Я не знаю, как я... Как я вообще решилась на такую покупку? Потому что на такие вещи я обычно жалею денег. Но долго я думала-думала, наверное, с месяца решила, что всё-таки оно мне надо и оно стоит того. Вот, девочки, я сказала себе. Сковородку кукмара. Вы знаете, у меня есть такая кастрюлька. Она называется жаровня, по-моему. По-моему, жаровня называется трёхлитровая, такая литая. Мне очень нравится. У меня есть ковшик, которым я редко пользуюсь от кукмара. Это был набор такой. И сковородка. Вот этой посуде я так посчитала где-то около четырёх лет, вот, которая у меня, да? Я вот в этой такой кастрюльке жаровне, да? Я в ней и плов готовлю, и там мясо тушу, и, в общем, всё в ней делаю. Сковородка тоже достаточно часто я ей пользуюсь. Она уже, конечно, такая немножко покоцанная стала у меня. У меня в основном царапины вот здесь, вот в этой части сковородки. У меня газовая плита, наверное, из-за этого. Но всё равно четыре года сковородки, мне кажется, это очень много. Я заказала, девочки, вот такую. Смотрите, какая крутая. Это новая линейка. Я заказала на самом сайте кукмара. Кстати, долго мне шла доставка. Наверное, полторы недели где-то, это точно. Потому что они долго почему-то согласовывались со мной, пока они мне выставили счёт, пока я оплатила, потом мне перезвонили. Это как-то всё очень долго растянулось. Ну и Почтой России дней пять, наверное, шло. Почтой России заказала. Видите, это вот такая линейка. Мне, кстати, говорили, что кукмара есть и в Ленте, и, по-моему, в Окей, и ещё в каких-то магазинах. Да, есть, но там не все линейки представлены. И на Вальберес, на Озон тоже есть кукмара, тоже не все линейки представлены. Вот этой линейки там точно нет, потому что я искала. Я искала, смотрела. И по цене, наверное, то же самое, что на самом сайте заказать. Единственное, что я заплатила за доставку. Вот эта кастрюля, ой, кастрюля, сковородка, мне обошлась в четыре тысячи с учётом доставки. Ну, это же огонь. Она, кстати, такая тяжёленькая. Для самообороны пойдёт прям, девочки. Серьёзно. В общем, она мне пришла ещё вот в такой коробке. Вот она. Здесь какая-то, какая-то титановая супер-пупер. Ну, в общем, я ссылку оставлю, кому интересно, почитайте. Я уж не буду тут. Можно мыть даже в посудомойке. Здесь вот написано. Ну, и на сайте тоже написано. Я взяла максимальный размер 280. Потому что, ну, у меня трое мужчин. Мне, конечно, там, если даже ту же картошку пожарить, девочки, то мне надо её много нажарить, чтобы всем хватило. Вот. У неё, вот у этой, которую купила я, по-моему, там есть та, которая без съёмной ручки. У меня со съёмной ручкой. Ну, снимать она так достаточно тяжеловато, чтобы можно было, если что, в ней что-то запечь. Смотрите, какой противень. Прям противень, реально, да? Короче. Вот такая именно. Меня привлекло, во-первых, то, что это титановая, а во-вторых, вот этот вот, смотрите, как она огромная. Привлекло то, что она вот такая квадратная. Вообще, я хотела ещё такую жаровню. Жаровню, по-моему, да? Вот такие кастрюли, как сковородка, только кастрюлькой такой. Хотела такую же жаровню себе ещё заказать, но решила, я закажу пока сковородку. Если мне понравится, то, соответственно, у меня комфорка есть такая, как бы, двойная, большая. Как раз вот она подойдёт для этой сковородки. Но это же огонь, девочки, смотрите. Она прям такая, знаете, даже замахиваться сильно не надо. Жалею я всегда деньги. Вот на сковородке, кастрюле мне всегда жалко отдавать. Там пять тысяч, восемь тысяч, всегда жалко. Но кукмара стоит того, вот честно. Не было никаких ни скидок, ничего на вот эту линейку. Но я подумала, раз уж я покупаю, надо купить что-то хорошее себе. Тем более, готовлю я часто котлеты. Девять штук сюда можно, наверное, впихнуть. Я так прикинула. Сразу пожарить из килограмма фарша даже больше. Нет, поменьше килограмма, наверное, да. Сразу нажарить мужу, чтобы он их ел. Вот. Так что вот такая вот у меня покупка. Ну и крышка, соответственно. Единственный ещё минус вот кукмары, который я могу сказать, это то, что вот эта крышка, она нагревается. То есть вот эта вот штучка, она металлическая. Соответственно, она нагревается. И всегда нужна прихваточка. Потому что если вы что-то тушите, закрыли, вот эта часть будет горячая. Это единственный минус. Её что-то руками заляпала. Во всём остальном я сами сковородки не мою в посудомойке. Я только вот эти крышки мою. Ну, потому что крышки тут нечего испортить. Саму сковородку я всегда боюсь, что испортится она. Вот. Так что, на самом деле, я так рада девочке, что я её всё-таки, всё-таки решилась её купить. Потому что, ну, 4 тысячи, с учётом доставки, всё ждало, что будет какая-то акция. На неё акций никаких нету. И, в общем, ладно, возьму уже себе. Надо себя как-то радовать, мотивировать, жарить котлеты, да, девочки? Постоянно жарю котлеты. Меня просите вы там, Наташа, сними, там, готовлю на несколько дней. Ничего у меня что-то не хотят мои мужчины. Вообще ничего не хотят. А я постоянно там спрашиваю, мне пожарь котлеты? Пожарь наггетсы. Всё, больше ничего не готовлю. Ну, вот хлеб сейчас пеку. И всё. С хлебопечкой. Так. Навальберис. Вот такую косметичку я себе заказала. На самом деле не ожидала, что она будет такой большой. Я думала, она будет поменьше. Мне одна там моя зрительница написала марку. Я, правда, забыла уже какую. Косметички, которые ей очень нравятся. Но я уже эту заказала. Потому что похожу в этой. Если что, вот закажу, которую мне написали. Так. Ну, она прям вместительная. На самом деле это даже хорошо. Я подумала, потому что сюда можно положить мокрый купальник. Да, если после бассейна. Ну, потому что у меня я кладу купальник прямо в саму сумку. И сумка, соответственно, вся мокрая. Прихожу, надо и сумку сушить, и всё сушить. В общем. Вот такая вот крутицкая у меня косметичка. Как раз у меня сюда и шампунь, и скраб. Всё-всё-всё поместится. Ещё купальник запихну. Я, естественно, взяла розовую. Другую я не могла взять. Вот. У меня ещё кто-то как-то, ну, пишут. Сейчас вообще такое обострение, кстати. Я не только чуть-чуть поболтаю с вами. Потом ещё покажу покупки с фармакосметики. Заказала тоже для спорта себе. Я смотрю обострение сейчас не только на Ютубе. У нас тут соседи тоже жгут. Тут одна ко мне. Ну, как не соседка по улице там дальше. Я же всё время гуляю с собаками. Одна ко мне тут. Женщина пристала, что, якобы, моя собака ходит по-большому, всё время на её мост. Хотя моя Бона на прогулке никогда не ходит в туалет по-большому. Она всегда приходит и идёт потом за дом. Ну, в общем, пришлось немножко поругаться. И я, кстати, вот не промолчала. Я сказала, что раз она так обзывается и так себя ведёт, я теперь всё время буду выгуливать собаку исключительно на её мосту. Вот. Вот так вот я. Вот такая вредная. Короче, вообще. Что хотела сказать? Тоже по поводу хейтеров. Девочки, я не... Поверьте, я не реагирую. Просто иногда, мне кажется, нужно отвечать. Иногда меня веселят. У меня веселят такие комментарии из серии там «Почему вы всё время смеётесь?» У меня настроение хорошее. Я вообще такая хохотушка и болтушка по жизни. На самом деле. Хотя для незнакомых людей я произвожу совершенно другое впечатление. Я произвожу... Ну, мне многие просто говорили такой высокомерный, заносчивый особый. На самом деле нет. Я достаточно позитивный человек. И постоянно сама над собой и над... Вообще над жизнью, над ситуацией. Мне кажется, без юмора вообще, ну, никак нельзя. Надо быть немножечко... Тоже как быть стрессоустойчивой. Надо быть немножко пофигистом и немножко такой... Не от мира сего, я бы так сказала. Ну, в общем, как-то так. В общем, девочки, не это самое. Не переживайте. Я не закрываю свой канал. Я сейчас действительно... Ну, так получается сейчас у меня, что я редко снимаю. Но все же снимаю, стараюсь. И закрывать канал. Пока меня с YouTube не выгонят, я отсюда не уйду. Ну, как-то так. В общем, крутая косметичка. И сковородка. Сковородка вообще в гор. Мне осталось... Мне осталось... Хлебопечь у меня уже есть. Мне осталось купить... Эту... Мясорубку. Вот что у меня осталось. И я буду счастливой. Еще... Еще пылесос хочу новенький. Вот. И сушилку еще для белья. Ну, такую, которая... Сушка, которая... Как стиральная машинка, только сушка. У меня такой нет. Мне очень надо. В общем... У меня всегда есть, чего мне надо. Вот. Так что как-то так. И, кстати, вот в этой вот сковородке она была упакована еще в такую большую коробку. Кстати, очень классно упакована. Там еще проложено так все было, чтобы она не болталась туда-сюда. Но коробку эту у меня отжал. Отжал, я бы так сказала. Кот Леофан. Кот Леофан. Кот Леофан. Кот Леофан. Кот Леофан. Кот Леофан. давайте я вам еще покажу свой заказ сайта фарма косметика значит заказала тоже были какие-то скидки я заказала себе все для спортзала возьму это в общем положу в сумку пусть у меня там так все и лежит заказала значит уход от аравия вот эта марка в принципе в принципе нравится так что здесь вот я конечно же буду снимать и пустые баночки и потом тоже рассказывать но надо всем хорошенечко попользоваться чтобы понять нравится или нет значит кора уход дневной это я буду пользоваться дома а это спортзал крем омолаживающий для контура глаз вот такой это крем лифтинговый но это как бы крем даже для лица в общем так и вот такую сыворотку с пептидами взяла никогда вот этим не пользовалась очень попробую буду потом рассказывать как она мне что вот марки олин взяла себе шампунь правда не маленький объем ну ладно я на машине езжу мне таскать несложно шампунь баланс от корней до кончиков у меня такой же только большом объеме дома мне очень кстати нравится и вот такой вот взяла кондиционер для гладкости волос ну чтобы они мне не пушились потому что спортзал они мне вообще как дуванчик я какой-то выхожу вот и мне понравилось очень понравилось вот это масло от улин прям вообще обалденная заказала что у меня тоже в спортивной сумке было вот это маслица супер она мне очень нравится меня и дома и теперь спортивной сумки тоже конечно же дали еще пробнички вот такой вот урьяж крем кстати и вот эта штука из-за рима все время мне кладут она мне не нравится склеивает волосы утяжеляет но она кладут вот и вот такие вот пробнички я тоже всякие спортзал беру бассейн вот и не тоже все использую в общем все это будет у меня моей спортивной сумке лежать буду всем этим пользоваться в общем супер пустые баночки обязательно будут начала их уже копить потихонечку но наверное в начале ноября сниму покажу как быстро у меня все уходит вот так что вот такой вот небольшой у меня заказе получился супер и давайте еще покажу вам покупки мясные из мясного магазина купила вот такой кусок это лопатка что-то я сейчас засомневалась да это лопатка говяжья мясо я потушу косточку меня на суп а вот эти вот все жилки я все это обрежу и девчонкам своим дам но так как тут я так мило что будет мало я еще купила желудки куриные дамы говядину и желудки чтобы на целый рад на целую мисочку получилось в общем вы поняли так купила куриный фарш из грудки индейки 300 чем-то рублей честно говоря не помню 450 рублей за килограмм 86 штучек купат из свинины я взяла нравится моему мужу либо из свинины либо из говядины так дальше здесь сыр а вот такой это белорусский сыр моздам он очень вкусный прям обалденный кусочек купила вот такая колбаска это тольятти да по моему мне говорили он она очень вкусно вот это докторская мясной продукт колбасные изделия вареные в общем вот такой вот вот такая фабрика качества очень вкусно вот эта колбаска взяла вологодское масло не знаю сколько здесь грамм 300 по моему ну кусочек был она спросила у меня девушка заберете нет я сказал вот тоже ветчина 730 рублей стоит какая-то в общем можно она нравится еще купила яблочки рачив по моему сто двадцать рублей за килограмм и хурма хурма уже по 230 рублей за килограмм очень вкусная форма 6 штучек купила буду есть прям вообще обалденно и мандарины вот эти запомнила 210 рублей за килограмм форма да кстати дешевая обычно она намного дороже сейчас ну вот видимо какая-то недорогая партия баняша выпрашивает еду сейчас я и дам немножко немножко угощу вот этими а потом вечером сейчас буду готовить когда уже дам говядину обрезку заметно что мама мясом всех накормила разобрала все свои покупки на самом деле ничего сегодня вечером не готовила надо подъедать все что есть холодильнике пока не испортилась правильно вот зато накормила хвостатиков в общем они у меня всегда такие прям благостные когда я их накормлю мясом прям любят меня прям вообще ужас какой-то прям вот все мурчат все ко мне приходят все играются валяются в общем красота дома вот но я на сегодня уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую и до новых встреч м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok